всем привет меня зовут Денис Вязников я кинопродюсер из Новосибирска уже восемь лет существует студия краски которой я бессменно руковожу и мы снимаем детские фильмы и сериалы недавно относительно вот годика два назад пришла идея снять с детьми что-то мистическое потому что все-таки это тренд как я считаю детям всегда интересно что-нибудь пугаться и ребят с которыми мы постоянно работаем занимаемся они давно просили давайте сделаем что-то такое не все же нам поучительные вещи снимать не все же приключения не все ли отправляться на Байкал или на Алтай давайте снимем что-нибудь такое что нам бы самим было интересно ну и когда мы стали снимать информацию с них то есть большинство говорили мистическое ужастик страшилку и действительно вот начали приходить идеи и одна из них зацепила соответственно я и автор сценария этого сериала придумалась эта идея и когда она придумалась когда она оформилась вот сценарий пошел уже очень быстро и получился таким который есть ну конечно он переписывался и с режиссером мы какие-то вещи меняли в процессе изменяли к лучшему надеюсь но тем не менее вот получилось как есть я считаю что самая главная стержневая идея вот этого сериала о том что вот можно измениться плохому человеку стать хорошим по хорошему плохим идея стара как мир но тем не менее в новых декорациях и в исполнении наших ребят она мне кажется даже зайти она реально интересная в нашем региональном кинопроизводстве мы давно привыкли к многофункциональности всех людей которые работают на площадке вот все люди которые работают со мной они не дадут соврать и когда мы начнем перечислять на пальцах обеих рук какие функции я думаю может не хватить обеих рук придется еще на ногах считать вот на самом деле я уже сказал да автор сценария продюсер в том числе администратор то есть приходилось организовывать все съемки с нуля вот но я вообще не делю эти продюсерские функции потому что в большом кино я знаю есть разные продюсеры исполнительные креативные генеральный вот у нас в принципе как-то так сложилось что все функции в основном исполняю я вот имеет не сложно нет нет сложно но тем не менее я понимаю что кроме меня это никто не сделает поэтому приходится выкручиваться это чаще всего как происходит то есть в сутках всего 24 часа из них 20 снимаем вот за 4 нужно подготовить площадку и людей ну делаем примерно так вообще с опытом делая различные работы фильмы сериалы я пришел к интересному выводу что процесс подготовки сериала он или фильма он сложнее потому что на этом этапе еще ничего нет то есть когда нет никаких рамок нет канвы есть только какая голая идея нет написанного сценария вообще ничего нет вот это и самое сложное вообще в кино и в проектах и самое классное делаешь одну вещь за другой пишешь идею пишешь синопсис пишешь сценарий и потом себя же как продюсер подключаешь уже на других этапах по ним начинаешь понимать кто будет исполнителем кого я хочу режиссером иногда мне грустно что закончилась творческая работа автор сценария потому что это в чистом виде творчество ты пишешь уносишься какие там свои миры и начинается продюсерская но с другой стороны вот эти две мои ипостаси одна без другой не существует то есть вот сценарист написал продюсеру дана команда все это сделать в принципе всегда снимая по своим сценариям поэтому у меня это уже отработанная отработанная схема то есть я написал и я думаю как это сделать соответственно наверное все таки вторая часть сложнее если говорить о том вот как выбор все таки написал положил почитали молодец а как это сделать потом фильмом вот это уже задача продюсера и его команды когда мы начали снимать в эту непростую пару пандемии мы какой-то степени понимали риски но какими они будут в жизни конечно представить не могли но это наверное самое основное это то что все начали по очереди болеть в сложный момент подали заявку на питчинг и хоть и не победили но получили поддержку во многом даже больше моральную чем материальную потому что нас заметили нам дали обратную связь нам сказали что ваш проект классный что вы делаете его дальше вообще этот сериал мне видится проектом почему потому что все таки по моим ощущениям он должен жить и работать скажем так не только в сфере кино и развлечений в медиа он жизненный и какие-то вещи в нем они основополагающие вот то что мне всегда хочется вкладывать в молодое поколение то допустим как я воспитан и те основные жизненные принципы на которые всегда ориентировался вот они в сериале заложены вот они там спрятаны где-то где-то нет мы не стесняемся вот в это время там пост 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 модернизма говорить прямо открыто легко простых вещах потому что вот иногда за формой люди теряют содержание мне бы хотелось чтобы кто посмотрел сериал увидел понял это содержание то есть мы за за доброту мы за дружбу мы за то чтобы каждый человек который на планете живет хотел ее сделать немножко лучше я бы хотел пригласить вас посмотреть этот сериал я впервые делаю это в таком формате обычно я звал людей в кинозалы вот сейчас это проще сделать просто включить какой-то гаджет иметь под рукой интернет это же обычное дело для нынешнего времени и посмотреть почему для меня самый главный ответ это сериал он связь поколений он сделан с детьми с подростками но я уверен что его смотреть будут интересны людям постарше во первых из кита но нотки ностальгии если вы живете в маленьком городе они в столичном вам будет очень интересно посмотреть мне кажется мы сумели передать колорит маленьких городков я сам родом из такого маленького города и мы делали это с любовью красиво и интересно и немножко страшно смотрите ставьте лайки подписывайтесь